Доброе воскресное утро, день или вечер. Сегодня 22 марта 2020 года редакция Дом-2 подготовила для вас обзор главных новостей за прошедшие сутки. Только интересные события, коротко и о важном. Поехали. Дом-2 преподносит нам новые сюрпризы. Федя Стрелков морочил голову столько времени, а в итоге помирился со своей бывшей девушкой Кристиной. По предварительной информации, в рамках конкурса «Свадьба на миллион», ребята будут бороться за призовой миллион. Мы в растерянности, можно ли им верить? Вот и настал тот момент, когда Ксения Шиповал официально признала, что рассталась с Владом Кадони. Девушка ничего не сказала о том, что ведущий Дом-2 плохой и даже более того, восхваляет его до сих пор. А вот себя Ксюша ругает, мол не умеет ценить близких людей и не прислушалась, когда ей давали дельные советы. Мнения редакции, отношения с самого начала были фиктивными. Многие должны быть в курсе, что Оля Рапунцель перед отъездом на Сейшельские острова, сняла квартиру в Москве, куда перевезла все вещи с поляны, где сносит часть домов. Так вот, пока Оля с семьей на Сейшелах, владелец квартиры решил расторгнуть договор и потребовал вывести все вещи. Ольга на островах и вернется неизвестно когда, поэтому их сумки с квартиры забирала Алена с Макроусовым. Беда нагрянула нежданно. Из-за всеобщих карантинов концерты Оли Бузовой отменяются. Уже 15 мероприятий в разных городах России перенесено. Поклонники певицы вынуждены ждать лучших времен, а антифанаты шутят, что хоть сейчас Оли станет меньше, а то в последнее время из каждой дырки звучит ее голос. Непродолжительное расставание Ирины Пингвинчика и Димы Чайкова подошло к концу. Ребята помирились и снова счастливы вместе. Неужели Димочка наконец-то оценил, какая принцесса ему досталась и готов ползать за ней на коленях. Мнение редакции, Ира слишком высокого мнения о себе. Ждем ваши комментарии. Завтра новая порция новостей. Чтобы не пропустить, не забудь подписаться на канал.